Прихожане собрались у главного храма города, собора Михаила Архангела, еще до начала праздничной службы, чтобы лично встретить митрополита Екатеринодарского и Кубанского и Сидора. Традиционно он поздравляет православных с Днем города и престольным праздником, благословляет Сочи и просит Божьей помощи для каждого жителя курорта. Это сегодня именины храма этого, сегодня именины города тоже. И желаю всем жителям этого города здоровья, мира, добра, помощи Божьей каждому, семейного счастья. Пусть Господь хранит от врагов видимых и невидимых город, чтобы в Сочи миновали все скорби, беды, несчастья, напасти, и жизнь была легче, радостнее о Господе. И сегодня, в день нашего небесного покровителя Михаила Архангела, мы и празднуем День города. И когда-то мне говорили, ноябрь месяц, возможно, будет плохая погода. Никогда в День Михаила Архангела плохой погоды не бывает. Значит, это Господу угодно, и мы правильно все сделали. И мне сегодня только хочется сказать, что все начинается с веры, все начинается с храма. Сочи отмечает свой день рождения в День собора архистратига Михаила, одного из самых почитаемых архангелов, предводителей небесного воинства. Считается, что наш город находится под его особым покровительством. Белдите и веселье, поделите и окружение. В престольный праздник собора Михаила Архангела состоялась торжественная литургия. В этот день верующие в молитве просят о помощи и защите. К Архангелу Михаилу также обращаются с молитвами об исцелении. По окончанию праздничной службы и крестного хода сочинцы пришли на площадь перед городской администрацией, или по-другому ее называют площадь Флага. Здесь развернулась выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, организованы различные спортивные площадки, а на импровизированной сцене большой сводный хор, вокальные коллективы, ансамбли города. Праздничную программу так и назвали «Мой Сочи, мы тебе поем». В 2016 году Сочи будет принимать всемирные хоровые игры. И уже сейчас наш курорт может похвастаться большим количеством поющих коллективов, профессиональных и непрофессиональных. Россия гордится тем, что у нее есть Сочи. А мы с вами, используя олимпийское наследие, движемся вперед. Мы делаем свой город все краше и краше. Мы гордимся и радуемся тем, что мы сочинцы. Наш город становится культурной столицей России. Это итог того, сколько в нашем городе проводится творческих фестивалей, конкурсов. И то, что мы стали столицей всемирных хоровых игр, это итог всей той большой творческой работы. Для горожан в этот день у памятника первой учительницы стартовала акция «Книжный шкаф», организованная Управлением по делам молодежи. Любую прочитанную книгу можно было обменять на другую. Подобные стенды появляются и в других точках города, в кафе и супермаркетах. Почетный гражданин города Сочи Игорь Леветин удивлен тем, как весело живет курорт даже в межсезонье. Я понял, что я вообще не знаю город Сочи. Я только что походил пешком, я такой город не знал. Поэтому я поздравляю жителей города с праздником. Удивительно, хороший город. А город мастеров удивлял сочинцев своими эксклюзивными изделиями. Рыбки, символизирующие приморский город, могут стать хорошим сувениром для сочинских туристов. Резьба по дереву, технологии здесь изготовлены вручную. Рисуем, выпиливаем, вырезаем. Пока одни участники праздника восхищались творчеством сочинских мастеров, другим не сиделось на месте. Это, конечно же, дети. Их энергия была направлена исключительно на спортивные игры и соревнования. Атмосфера хорошая, тепло, хорошие люди, хорошее настроение. Я счастлив здесь с тем, что именно родился в этом городе. То есть хорошие люди, хорошие учителя, хорошее образование, хорошие дороги. То, что на побережье жить здорово, знает каждый сочинец и всегда этим гордится. Где еще столько солнца, моря и позитива. И даже если многие молодые люди уезжают, чтобы получить столичное образование, они знают, отметил глава города, Сочи самый счастливый город на земле, их всегда встретит с любовью. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.